Вопрос, продаст ли Россия Су-57 Китаю, который в свое время без спросу скопировал советского флантера, волнует сейчас не только специалистов, но и обычных любителей авиации. Пекин сейчас едва ли не самый главный союзник Москвы, однако любители истории хорошо помнят пограничный конфликт на острове Даманский, из-за которого между Китаем и СССР едва не началась война. На авиасалоне МАКС-2019 Россия представила экспортный вариант Су-57, однако, чем он отличается он обычного в широкой публике неизвестно. Ранее весной, представитель Ростеха Виктор Кладов на выставке Лима-2019 намекнул, что ответы могут быть получены на авиасалоне в Дубае, стартующем 17 ноября. При этом Кладов напомнил, что Китай получил 24 истребителя Су-35, и в ближайшие два года будет принимать решение о покупке либо еще партии Су-35, либо Су-57. По мнению The National Intest, подход разборонэкспорта, который продвигает самолет, еще находящийся на испытаниях, вполне оправдан. Ранее крупный контракт с таким гигантом как Китай, мгновенно привлечет других покупателей. С истребителем Су-57 нет никакой спешки, он планомерно должен вытеснить самолеты четвертого поколения, но произойдет это не скоро. Су-57 дорогой, поэтому ориентация на экспорт здесь очевидна, как и в случае с американским F-35. На экспорт, разумеется, будут поставляться 57-е с двигателями первого этапа, то есть те, которые летают сейчас. Когда покупатели начнут получать Су-57-е, в ВКС РФ уже опробуют изделие 30, поэтому лучшие Су-57 все равно будут только у России. Най допускает, что Москва продаст Су-57-е Пекину. Они ему нужны, так как J-20 — это что-то вроде китайского F-35. Этот истребитель совершенно не годится для завоевания господства в воздухе. Теоретически Су-57 и J-20 могут сосуществовать в рядах авиации НААК, однако не факт, что Пекину это нужно. Как заявил в интервью изданию Global Times авиаконструктор Ван Юн Цинь, китайцев скорее интересуют технологии Су-57, которые могут быть применены для улучшения J-20. И в этом смысле продажи истребителя — вопрос достаточно спорный.